Легко всем договориться друг с другом? Невозможно. Невозможно? Ну да, действительно, не хватит никакой энергии со всеми даже познакомиться, не то чтобы больше. Вот представьте себе наш мозг. Это как минимум больше трех миллиардов клеток, каждый из которых синоптически может взаимодействовать друг с другом по любой траектории движения и согласовать. Это зависит от того, на какой волне эта клетка работает. Так вот, когда мы говорим о функциональном развитии организма человека, в первую очередь мы заботимся о том, чтобы была гармоничная связь между нервной системой, между всеми клетками мозга, между всеми внутренними органами, мышцами, связками, ну и сознательным и бессознательным, конечно, в том числе. Вы знаете, что цигун связан с тремя классическими компонентами для теории. Первое – это концепция иньян. Что такое иньян? Здесь все должны знать, нет? Мужское и женское. Мужское и женское – это очень банально. На самом деле и женщина, и мужчина могут быть и инь, и ян. Все относительно. Итак, иньян – это инструмент измерения баланса всех, ну, грубо говоря, всех участников процесса движения внутри вашего тела. Ума, энергии, эмоционально составляющие, физического тела. Так вот, что такое цигун? Первое – это система, которая развивает наш мозг, учит человека или, во всяком случае, дает ему шанс думать гораздо более эффективно, продуктивно, принимать гораздо быстрое решение. Кто в жизни побеждает? Кто успевает быстрее что-либо сообразить и сделать? Не только подумать, но и сделать. И цигун согласует две функции – умение быстро думать и одновременно делать. Потому что многие люди тратят всю энергию на размышления, а потом устали, пошли спать. Так ничего и не начали делать. Знакомая ситуация. Еще одна важная составляющая. Почти все здесь сегодня зарабатывают деньги, нужны деньги, надо работать. Не так ли? Есть. Как вы себя чувствуете? Или чувствовали сегодня, вчера, не знаю, 20 лет тому назад, когда просыпаетесь утром? Отлично. Отлично? Да. Я поздравляю вас, вы мастер-ушу. Спасибо. Понедельник не очень. Но большинство людей, которые занимаются боевыми искусствами, на самом деле часто нуждаются в более интенсивном, более эффективном восстановлении сил. И цигун, как система функционального развития, дает возможность организму. Человек сам здесь вообще бесправен, бессилен. Вы ничего не можете сделать, даже если вы сильно пожелали. Но вы можете создать посвенно условия, при которых ваш организм восстановится гораздо быстрее. И все школы цигун делятся на две составляющие. Первая. Школы, в которых мы изучаем какую-либо форму или движение. Вы, например, изучаете это институционно, и все делаете движение. Не так ли? Да. Ну, кто-то делает. Есть школы бесформенные. Они не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. И тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что цигун — это все, что связано с внутренним миром человека. Это то, что делает вас интересными, счастливыми, наполненными желанием жить, наполненным творчеством, наполненными желанием, заряженными на желание что-то изменить по лучшую сторону в этом мире. Вот все это внутренняя энергия, с которой мы работаем в цигнах. Фэнш, форма и бесформа. Давайте попробуем встать. Давайте попробуем что-то сделать. Смотрите, что такое цигун. Цигун — это система, которая координирует и взаимодействует с тремя драйверами в современном языке, выражаясь, с тремя ключевыми вещами. Первое — это контроль физического тела. И многие именно на это делают акцент. Но на самом деле, с точки зрения практики цигу, с точки зрения энергии, гораздо важнее положение тела то, как вы дышите. Правильно? Да. Вы дышите сейчас? Да. Могу вам гарантированно сказать, что вы дышите недостаточно хорошо, чтобы иметь больше потенциал энергии, как вы могли бы на самом деле. Но еще важнее, чем дыхание, в китайском цигу — это сила мысли. Если упростить максимально, попростят меня патриархи, если упростить весь цигун, то можно сказать, что это система, которая развивает силу мысли. Первое — вы должны понять, откуда берется энергия. Это общее согласование физиологии человека. То, как работают ваши органы, нервная система, эндокринная система, то, как происходит обмен веществ внутри вас, то, насколько это все сбалансировано, вот ваша энергия. Итак, первый закон. Если вы хотите иметь больше силы на что угодно, хоть на извращение, нужно сделать так, чтобы эта энергия эффективно производилась. Правильно? Что для этого нужно? Расслабиться. И напряжение. И вот это напряжение — одна из ключевых целей, которую мне хотелось бы сейчас попробовать с вами проработать, убрать, во всяком случае, сублимировать это напряжение во что-то. Итак, попробуем еще раз. Первое — стопы. Можно на ширине плеч, можно чуть побольше. Если вы спортсмен, можете стать пошире. Но, в принципе, достаточно вот так. Ноги слегка согнуты в коленях, спина прямо. Чувство такое, как если бы нас кто-то потянул за макушку головой вверх, в голове тихо-тихо. Тишина. На лице, ваши лицевые мышцы — это своего рода индикатор того, насколько вы можете внутренне расслабиться, даже не мышечно, эмоционально. Попробуем сейчас улыбнуться. Лынки такие покажем, но драконные. Ужасные, да? Делаем вдох, разводим руки в сторону, мягко опять-таки. Ну, какое агрессивное движение. Развернули, в том числе пальчики, ладони, потянулись, перенесли вес тела на носочки, тянуться, 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 повыше вверх, еще вытянуться, и мягко, как будто вы взяли с неба много энергии. Ну, предположим, если это солнце или звезд, ведите корпускулярно, частично, по каждой клеточке тела, чувствуя, что что-то меняется. Может, да, может, нет. Люди говорят, но это внушение, иллюзия. На самом деле, все, что с вами происходит, сейчас есть форма субъективного восприятия, то есть ненастоящего. Но это глубокий философский вопрос, оставим вам на потом. Хорошо. Что можно сделать для того, чтобы она сейчас расслабится? Чтобы расслабить, надо сначала создать контролируемое, понятное для нас напряжение. Посмотрите. Поднимаем руки, и вытяните руки вперед, и создайте напряжение. Локти слегка согнутым. Вот, держите напряжение в руках, как будто, не знаю, штангу у вас или что-то, какое-то усилие. Держим. И теперь мягко расслабили. Вот это вот. Бесформенная. Что такое бесформенная школа цигун? Это системы, в которых мы отталкиваемся от ситуации. Первый девиз школы ЭМАй, главное правило, сейчас всем понравится, а кто-то начнет... А, мне это... А что теперь делать? Главное правило, отсутствие каких-либо правил. Сколько людей, столько обстоятельств нравится. Счастье, это не абстракция, не метафора, это не мгновение жизни, это перманентное состояние, здесь, сейчас, всю жизнь. Так, во всяком случае, мы смотрим на это в Китае. Да и не только в Китае. Если плечи зажатые, счастья в жизни мало, энергии мало. Почему? Энергия блокирована, не развивается. Что сейчас чувствуете? Кто-нибудь достаточно свободен, чтобы что-то сказать? Да, вы сразу входите в медитативное состояние без какого-либо усилия и концентрации. Нет никакого метода это происходит само собой. И теперь мягко поднимаем руки и теперь, смотрите, попробуйте начать движение вот с таким вот... Секунды пять совершенств. Первое. Умение быть всегда в относительно хорошей физической форме, здоровых людей отродясь не видел. Никого вообще, нигде. Хотя много где был. Итак, быть в хорошем самочувствии. Второе. Уметь заработать достаточно ресурсов, чтобы быть свободным, ездить, медитировать, гулять, отдыхать и чтобы не страдали ваши близкие. И если близкие страдают, это проблема для цигун. Трудно заниматься, думая о себе, оставляя непонятно в какой ситуации близких. Третье. Это семья. Занятие сексом это основа любой даотской школы цигун. Это умение доставлять друг другу удовольствие, заниматься любовью, рожать здоровых, нормальных, вменяемых. Детей, которые не испортят вам жизнь и которыми вы сможете гордиться. Это почитание стариков. Непременно. Потому что в Китае это культ. Уважение к старикам. Вы тоже когда-то будете не очень молодыми людьми. И вам это потребуется. Четвертое совершенство в цигун это творчество. Мы говорим, что нет никакого смысла в энергии, если ты не раскрываешься через творчество, если ты не создаешь в виде искусства, в виде чего угодно в этой жизни. И последнее, четвертое. Это духовный опыт. В Китае говорят, если ты не постиг свою духовную составляющую, ты прожил жизнь зря, даже если во всем остальном жизнь была успешна. Но духовность это не набор каких-то правил, это не Боговат Гитрии, не Библия, это не наставление, что можно, а чего нельзя. В МАИ все можно. И все надо делать по ситуации. Так вот, в целом основная задача постичь себя не только физически, телесно. Но это не самоцель, это для избранных, для тех людей, которые имеют достаточно силы воли заниматься. А у большинства из нас ее нет. Надо признать, что мы патологически ленивы. Нет, мы можем быть трудоголиками в чем-то одном, но во всем остальном в следующий раз, завтра. Вот цигу, но он так же дисциплинирует человека. Спасибо большое. Благодарю вас за внимание.